Власть предаёт словам отпечаток правды. Привет, я Даша. Сегодня я рассказываю о книге Солженицына, Хипелагула. Не то чтобы рассказывать, скажем так, делюсь своим мнением об этой книге. Хочу сразу подметить, что, наверное, вызовет кривотолки моё это видео, потому что это как Сталин. Людей, граждан, стран, которые входили в бывший СССР, их можно поделить на два лагеря. В первом уважительно относятся к Сталину, во втором негативно. Я во втором. Соответственно, и отношения к УЛАГу. Я даже знаю людей, которые считают, что жаль очень, что его сформовали. И, соответственно, и у этого видео также будет много таких вот не понравится людям. И поэтому я хочу призвать быть разумными. Потому что иногда люди думают, что, а напишу-ка я в комментариях, что человек не прав. Да, конечно, человек прочитает и подумает, да я не прав. Вот дура-дурацка, как я могла так глубоко заблуждаться. Так не бывает. Поэтому не тратим своё время на подобные моменты. Но вернёмся к книге. Книга меня очень впечатлила. Впечатлить меня достаточно сложно. Это о многом говорит. Это что она смогла мне проявить все впечатления. Я в плане впечатлений человек очень закалённый. И до такой степени сильна книга, что даже я... Опять не придётся подописывать впечатление. Была под впечатлением. Как ясно из названия, книга повествует о архипелаге ГУЛАГе. Это художественное исследование. Солженица напирается на опыт своих братьев и сестёр по несчастью. И, конечно же, на свой собственный. И я хочу процитировать строки, которые он же самый пишет ещё в начале книги. Мне немножко страшно, если честно, снимать это видео. Потому что всё кажется, что меня ждут многого. А я как-то не устрою ожидания, не оправдаю. Итак, вот эти строки. «Посвящаю всем, кому не хватило жизни об этом рассказать мне. И да простят они мне, что я не всё увидел, не всё вспомнил, не обо всём догадался». Конечно, тот ужас, который пережили пострадавшие, невинно сужденные, даже можно так сказать, этот ужас, ужас их семей, тех людей, которые с ними общались, невозможно передать, безусловно. Но Солженицыну удалось хотя бы тень эмоций тех создать. Я хоть и наслышана, конечно же, об тех событиях, если можно, конечно же, так выразиться, я была под большим впечатлением. Я опять сказал это слово. Там три тома. Я знаю, есть люди, которые боятся больших объёмов книжных, поэтому если всё-таки любопытно прочитать эту книгу, но не хочется читать её в таком объёме, то, в принципе, можно прочитать первый том. Итак, первый том фактически начинается со слов Солженицына о том, что, беря поговорку о театре, что театр начинается с гардеробной, с сиропик гардеробной, то ГУЛАГ начинается с арестов. А тут автор приводит пример, называет, кстати, имена арестов, их причины надуманные и не только, и то, что следует за этим. Это и допросы, и пытки, и прочее, 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 прочее. Всё очень живо так описано, всё на примерах людских судеб. Очень впечатляющий, и, пожалуй, из всех трёх томов самый, первый самый впечатляющий. Господи, это просто какой-то лозунг этого видео. Впечатление, впечатляющее. Третий том, он уже говорит о том временном периоде ГУЛАГа, который был близок к тому году, когда, собственно, автор это. И выпустили. Но его не совсем выпустили, прямо на свободу его в ссылку отправили. И всё это, собственно, конечно, автор описывает в свой опыт и в качестве ссыльного. И это не менее любопытно, чем его описание арестов, допросов, пыток. А второй том, это что-то между этими двумя станциями. Многие... Я ещё когда отзыв на первый том размещала в книжно-социальных сетях, были люди, суть комментариев которых сводилась к тому, что они спрашивали. Ты ему поверила? Да, я ему поверила. Возможно, я у кого-то сейчас в глазах упала, если есть куда падать. Я ему поверила. Человек описал собственный опыт. Я слышала, с сожалению, такие слова, что он обижен на власть, что эта книга, своего рода попытка её очернить. Но знаете, я бы на его месте тоже слегка расстроилась так. Его ситуация, это во-первых. Во-вторых, у меня эта книга не произвела такого впечатления. У меня было такое впечатление, что автор пытался сообщить людям правду, донести до них информацию, докричаться, в конце концов, обратить внимание на эту чёрную полосу истории. Ну, и, мне кажется, ему удалось. По крайней мере, я имею в виду сейчас неправительство, потому что он, например, в третий на том я писал, как он ходил по инстанциям, пытался как-то смягчить людям жизнь, которые стали заключением. И мало что вышло, а вообще ничего не вышло. Потому что, имея в виду, ему удалось до обычных обывателей докричаться. Я вот сегодня спрашивала своих коллег, которые уже так возраст где-то за 50 немножко, читали ли они, что они думают, они со мной солидарны. Вот. И также меня спрашивали, нудна ли эта книга. Никак нет, вызывая столько эмоций, что не заскучаешь. Единственное, вот второй том. Там, да, есть такой момент, что... Я хотел бы мне его организовать таким словом, но из песни слова не выкинешь. Таково мое личное восприятие. Я ещё хочу сказать, что если первая, третья тома — это попытка докричаться, донести информацию, то второе — это просто выплеск внутренних переживаний автора. Это просто крик. То есть не надо будет попытка докричаться и крик. Это разные вещи. Так что в особенности я рекомендую хотя бы первый том одолеть. Причём слово «одолеть» не подходит. Слово «одолеть» больше подходит к вещам, которые делаются не по желанию, потому что так надо. Начинаю читать первый том, это так ужасно, ты не можешь остановиться, ты идёшь дальше, ты читаешь дальше и знакомишься со всем этим, во всех подробностях, и это ошеломляет. Сколько бы ты ни был просвещен в сети всякой, ты всё равно будешь ошеломлён с этим. Безусловно, может быть и правы те люди, которые считают, что Солженец сын очень хорошо приврал, хотя сама я так не думаю, я ему верю. В любом случае, правда это или неправда, книга заставляет задуматься. А это очень важно. Так что, конечно, она не для всех, для определённого круга читателей, но безусловно, это что-то потрясающее, ошеломляющее, волнительное, шокирующее, убийственное и гипнотизирующее. Вот это та степень ужаса, это та степень ужаса, которая шокирует до такой степени, что ты, как бы это ни было ужасно, ты не можешь от этого оторваться. На этом всё. Счастья вам и до скорых книг.